здравствуйте мне нравится очень одно место в книге марка хэддена из книги странный случай с собакой в ночное время герой с синдромом аспергера рассуждает о трудностях в учебе и особых потребностей для него все легко в математике на повседневной ситуации для него сложные и он пишет следующее все остальные дети наши школы глупые только мне нельзя их так называть хотя они таковые есть я должен сказать что у них трудности с учебой или особые потребности но ведь это глупо у всех есть трудности с учебой потому что учить французский или понять теорию относительности трудно да и у всех есть особые потребности например у папы которые носят с собой искусственный подсластитель для кофе чтобы не растолстеть или у госпожи петерс носящий бежевый слуховой аппарат или сиабан который носит очки с такими толстыми стеклами что если их надеть начинает болеть голова и ни один из них не является человеком спасу с особыми потребностями заглавной буквой даже если они имеют особые потрогные потребности с прописной буквы это один пример восприятия мира где все логическое и разумное естественное кажется мне самое собственное поведение странно может показаться то что делают другие как они себя ведут что отлично от меня то чего я не понимаю и в нашей школе учится тоже свыше 200 особых детей дети которые имеют особые потребности с маленькой буквы например дружочек который постоянно ходит босой потому что ему неудобно ходить в обуви или девочка которая решает математические уравнения так быстро что ей нужны дополнительные дополнительные задания к дополнительным заданиям или тот кто иногда просто засматривается в небо и у нас есть дети у которых есть особые потребности с большой буквы заглавной буквы наша надежда здесь как учителя учителей то что мы сумеем найти выход из нашего эгоцентричного мира и действительно понять каждого ребенка здесь в школе святого и анна богослова мы пытаемся следовать традициям духовного воспитания где ударение ставится на другом с большой буквы направлено на любовь к другому на готовность помочь послужить другому мы надеемся что мы сможем в любой ситуации в классе или вне класса мы сможем увидеть образ божий и увидеть даже за негативным поведением то что это неизбежное проявление физиологических трудностей ребенка семейных проблем усталости может быть начинающиеся болезни произошедшие на перемене ссоры и так далее мы надеемся что мы сможем понять всегда возможно что это долгое время ничего не изменит поведение ребенка но его личность находится под присмотром в нем есть надежда но понимание это такой волшебный ключ просто понять каких-то героев книги это несложно но если я на уроке иногда я вижу что сложно справиться с собой целому классу я с вами поделюсь одним письмом которое нашла в своей почте одной учительницы прошу прощения на прошлой неделе мой дух находился в ааде я сама пыталась не отчаиваться я много дней анализировала ситуации и должна признаться что не справляюсь дисциплиной я чувствую что подошла критическая грань и моего умения недостаточно классе много живчиков а возможно и детей нуждающиеся в помощи специалиста мы в моего авторитета уже недостаточно меня все больше тревожит осознание что дальше так нельзя страдают прежде всего дети на прошлом уроке зашла коллега и попыталась мешаться но ее проигнорировали классный руководитель ведет в то же время свой урок и не может присутствовать на моем я не могу отправить такое количество детей классному руководителю это помешало бы проведению моих уроков можно ли в следующем году спланировать уроки так что на таких уроках на моих уроках присутствовал бы классный руководитель это вопрос будущего но как довести до конца этот учебный год я не знаю поверьте в таких ситуациях трудно сделать шажок назад с края пропасти и вместо того чтобы впасть отчаяния взять чашечку чая мы ощущаем оказанное нам доверенно и взятые на себя ответственность и это чувство что я не справляюсь это чувство парализует полностью марте этого года нас посетил основать школа латрача франко нембрини из италии беседе с родителями и преподавателем он подчеркнул что дети простят все но только не то если преподаватель теряет надежду по отношению к ним это очень глубоко нас всех коснулась томас гордон психолог который прошлом в 60-х годах прошлого столетия повернул идеал воспитания от наказания к пониманию ласково подчеркивает что живя в сердце своем и делах для другого надо родить и о полноте собственной чашки если она так как если она совершенно пуста не будет в ней не глотка для другого чашки учителя должна быть хоть хотя бы единая капля которая не даст угаснуть надежде так как учитель учитель имеет возможность и власть дать надежду учитель требовательным но теплота в его взгляде может сказать ребенку да я вижу что ты сейчас совершил или делаешь это необходимо скорректировать и поправить но я и видна вижу это что что внутри тебя я вижу твою истинную сущность я знаю что ты создан для совершенства или другими словами мать михаила языкского монастыря сказала не мысли о кем менее чем мыслит о нем бог иногда я смотрю на такого дружочка который только что ударил своего друга или одноклассника он пышет злостью его душа сломана поломана и в этот момент я вижу его уже взрослым выросшим совершенно не похожим на ребенка уже прекрасным человеком и те моменты такие моменты я понимаю что это нынешний момент это уже прошлое нам лишь необходимо его этот момент пережить при поддержке друг друга протерея алексей луминский сказал что в каждом человеке заложено стремление понять себя в каждом ребенке есть потребность найти значение своему бытию и он подсознательно понимает насколько его подсознательно то есть он подсознательно ощущает насколько его признают взрослые вернемся к этому крику о помощи как бы надо было его решить идеально было бы если мы взяли бы еще помощника одного помощника учителя наняли на работу или терапевта но к сожалению наши ресурсы ограничены и у нас нет таких финансовых возможностей у нас есть нечто другое несколько минут после получения письма после письма учителя она нашла в своем почтовом ящике два обращение своих коллег у милая так как у меня в среду этот рок свободен я предлагаю что я могла бы быть с твоим помощником если день выдастся поспокойнее я просто поработаю в том же классе а если день будет не спаку сложится неспокойно я была бы в распоряжении детей посмотрим как в следующем году на у нас получится с расписанием но сейчас мы можем попробовать так я не знаю насколько от этого есть помощь но два сердца это все таки два сердца ваша и подпись у нас единое дыхание у нас есть поддержка друг друга в книге schools for образование для всех сказано что вся идея интеграции учеников с особенными потребностями в обычные классы построены на идее сотрудничества и на нашем примере коллега добровольно стала на место помощника учителя мы глубоко благодарны за такое решение но в это же время мы пользуемся ресурсом которым который у нас не существует потому что это преподаватель который так работает ночами у него нет ни одной свободной минуты как этот человек способен на такое это мистерия но эта сила которая питается надеждой надеждой что все разрешится что наши проблемы временные что ресурсы появятся опорные системы пополнится и что обо всем есть попечения особые дети требуют особого особой надежды несколько лет назад было проведено исследование в хельсинкинском университете где оказалось что дети с особыми потребностями чувствуют и молодежь чувствуют себя менее счастливыми они чувствуют себя одинокими у них мало друзей они хотят иметь значимые отношения в христианском трактовании несмотря на любые особые потребности ребенок с особыми образовательными потребностями в первую очередь носителя образа божия и распятый и воскресший христос создает нам модель о новой духовной целостности и воскресение христа происходит вместе с его ранами в третьем классе нашей школы учится крестьяна у него церебральный паралич и ввиду этого у него очень много сложностей ему назначена упрощенная программа иногда он он хромает сильно иногда он падает и в первые же школьные дни его заметили так как он был первый кто пошел играть в футбол его величайшим величайшим желание учиться вместе с классом принадлежать команде он хотел бы быть вместе со своими одноклассниками в книге education expectation of children Samuel Kirk и James John Gallinger подчеркивают что ученик вовлечен в класс лишь тогда если он узнаваемый является членом этого класса где он начинает свой школьный день христиан уже с первого класса учился в маленьких группах или один на один с учителем но тем не менее он член третьего класса мальчиков и так чувствует вся вся группа и это и это дает возможность создать ему такое обновление которое ведет к великолепному прогрессу в его образовании есть такие навыки которым которым учатся его одноклассники у него честность обратная связь искренние комплименты способность спокойно и с достоинством попросить о помощи но и умение помочь другим тем что он высказывает свою точку зрения но он дает нечто еще более важное классу он дает надежду смотри я справляюсь и ты справишься смотри меня любят таким какой я есть и тебя полюбит меня не отстраняют от меня не отказываются одноклассные одноклассники ценят мужество крестьяна об этом конечно постоянно не говорят но иногда прорываются и чувства одноклассников однажды крестьяна должен был пойти в медпункт получить свои инъекции которые ему нужны несмотря на то что эти уколы очень болезненные он всегда возвращался на уроки и когда одноклассники увидели как он входит все встали и захлопали крестьяна был для них героем мы убеждены что каждый особенный ребенок это подарок для нас всех но являемся ли мы для него подарком мы должны быть к себе честными чтобы решить есть ли у нас средства чтобы поддержать этого ребенка мы можем его взять взять ответственность на себя или принятие такого ребенка в нашу школу это преступление по отношению к нему каждый особенный ребенок должен получить тот как бы тот способ быть я в котором он нуждается у нас был ребенок который в первые школьные на первых школьных уроках просто безутешно плакал скрывался за мебелью его невозможно было утешить и для него было решением просто изменить изменить принцип обучения он учился в маленькой группе и и теперь его его тревога практически исчезла у него возникло доверие к своим одноклассникам он может быть с ними вместе на уроке это опять такое достижение которое кажется невероятным особенные дети нуждаются в особенной надежде необходима повседневная реакция способность заметить понять приспособить ситуация в которой мы оказываемся встречаясь с детьми с особыми потребностями могут быть пугающими чем мы даже этого ожидали но терпение смирение и отказа своего от собственного удобства всегда благословиться если бы хватило сил быть терпеливым и смиренным иногда я думаю с благодарностью что оптинские старцы думали именно о родителях детей с особенными потребностями и учителях когда писали свою молитву господи дай мне с душевным спокойствием встретить все что принесет мне наступающий день дай мне всецело предаться воле твоей святой на всякий час всего дня во всем наставе поддержи меня какие бы ни я не получал известия в течение дня научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением что на все святая воля твоя во всех словах и делах моих руководим моими мыслями и чувствами во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть что все неспослано тобою научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей никогда не смущая и не огорчая господи дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня руководи моей волей и научи меня молиться верить надеяться терпеть прощать и любить спасибо 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 спасибо